Всем привет! Из этого видео вы должны понять, что у всей продукции различных компаний здесь недостатки. И однозначно ответить на вопрос, какая видеокарта лучше, достаточно сложно. Когда вы читали составку и видели надпись какую одну из 100 выбрать, вы должны понимать, что это не шутка. Видеокарт GTX 1080 чуть больше 100, примерно столько же и видеокарт GTX 1070. А вот отличающихся друг от друга видеокарт только 10%, так как половина из всех видеокарт это референсы Founders Edition, продающиеся под различными брендами. А еще 40% это копии видеокарт партнеров с различными настройками заводского биоса или системами охлаждения. В самом обзоре я не буду переходить от бренда к бренду или от видеокарты к видеокарте, а буду обозревать конкретные элементы видеокарт и вместе с этим буду рассказывать у каких видеокарт есть недостатки, а у каких видеокарт все хорошо. И начну с печатных плат. Все видеокарты построены на одних и тех же графических чипах и чипах памяти, отличия только в системах питания. Если про новый тип памяти GDDR5X сказать ничего плохого нельзя, то вот отношение к графическому чипу GP104 у меня очень неоднозначное и заслуживает отдельного видео. Отмечу только один момент. В первых партиях видеокарт от различных производителей были проблемы с заводским разгоном. Я предполагаю, что это было связано с высоким процентом бракованных чипов на первых стадиях производства, по крайней мере я на это надеюсь. Исходя из этого, вменить ярлык некачественной продукции производителям в полной мере нельзя, но их вина конечно есть. И она в том, что чипы должны были быть заранее протестированы. Следующий момент это системы питания. Пытуют мнение о том, что дополнительные фазы питания не нужны и хватает тех 6, что использует Nvidia в своих видеокартах. Давайте разберемся так ли это и зачем партнеры делают по 8, 10, 12, 15 и даже 17 фаз питания в своих видеокартах. Для начала я просто объясню необходимость использования многофазных систем питания и преимущество большого количества фаз перед малым. Большая часть питания компьютерной техники является импульсным, и так как система питания не идеальна, то при ее работе появляются негативные процессы. Одним из таких процессов есть пульсации тока. Так вот, чтобы снизить эти пульсации, а также уменьшить нагрузку на элементы, прибегают к многофазовой схеме питания. Также важно отметить, что для компьютерной электроники очень важны температурные условия, потому что при высоких температурах происходит уменьшение тока в цепи за счет потерь, которые появляются из-за нагрева элементов. Эти потери могут достигать 50%. Для лучшего понимания необходимости применения большего количества фаз в цепях питания приведу простой пример. В референсной видеокарте 5 фаз питания для графического чипа, и допустим они в сумме выдают 1 вольт напряжения, то есть на каждую фазу приходится по 200 милливольт, а у видеокарты EVGA FTW 10 фаз питания, благодаря чему нагрузка на элементы цепи питания уменьшается в 2 раза, что в свою очередь приводит к меньшему нагреву элементов при работе видеокарты под нагрузкой. Второй способ использования многофазной системы питания применяется при разгоне, когда дополнительные фазы не распределяют нагрузку, а увеличивают напряжение на чипе, что в свою очередь дает прирост частоты. Но конкретно в случае GP104, производительность которого не особо зависит от увеличения напряжения, а в основном зависит от температурных условий, он не особо применим. Представляю вам таблицу видеокарт с перечислением количества фаз питания. Второй по важности момент это система охлаждения. В основном видеокарты имеют воздушную систему охлаждения, но также есть некоторое количество видеокарт с водяным или гибридными системами. Основным элементом системы охлаждения является радиатор, и чем он больше, тем эффективнее охлаждение. Главное, чтобы он был сделан с применением минимального количества примесей различных металлов, имеющих низкую теплопроводимость. Сам радиатор является составной частью, и кроме пластин радиатора важны еще такие элементы, как тепловые трубки, которые посредством воздуха или газа, находящегося внутри трубок, переносят тепло из одной части радиатора в другую. Еще одной важной частью радиатора являются теплосъемные пластины, которые непосредственно контактируют с нагретыми элементами видеокарты и передают тепло радиатору. Если эти теплосъемные пластины имеют контакт со всеми основными элементами видеокарты, чип, память и элементы питания, то такая система охлаждения является эффективной. Но здесь очень важно понимать, что эти пластины должны примыкать непосредственно к радиатору, а не быть отдельными элементами системы охлаждения. А последние тенденции говорят как раз об обратном. Как раз таки отдельные от радиатора теплосъемные пластины все больше и больше применяются инженерами в системах охлаждения. Использование таких пластин упрощает конструкцию радиатора, но не улучшает, а в большинстве случаев даже ухудшает охлаждение элементов видеокарт. Сделано это банально из-за сокращения расходов на их производство, ведь основная часть стоимости радиатора – это не материалы, а сам процесс изготовления. Еще одним веянием в системах охлаждения стало применение непосредственного контакта тепловых трубок с чипом. В теории идея хорошая, но для этого необходимо чтобы трубки имели особую форму в месте контакта с чипом, но на практике все далеко от идеала. Вот вам пример, это радиатор видеокарты ASUS STRIX, в котором тепловые трубки контактируют с чипом напрямую. Сейчас вы видите, что между трубками достаточно крупные зазоры, при этом сам чип покрыт только тремя тепловыми трубками. Из этих зазоров между трубками мы имеем 15% непокрытой площади чипа, что при его и так небольших размерах очень много. Если мы сравним с подобным решением в видеокартах ASUS STRIX прошлого поколения, то увидим как на самом деле это должно выглядеть. Также немаловажными элементами в системах охлаждения являются вентиляторы, а точнее количество, размеры и качество исполнения. И если с количеством и размерами все ясно, то что значит качество? Качество в данном случае это не качество материалов, а вид используемого подшипника. В основном применяются два типа подшипников. Дешевые это подшипники скольжения и более дорогие подшипники качения. Вот теперь мой топ лучших систем охлаждения по убыванию. Теперь поговорим про производительность видеокарт. В теории большинство видеокарт имеет одинаковую производительность, которая соответствует работе видеокарты с частотой графического чипа в диапазоне 2-2.1 ГГц, но на практике производительность меньше на 10-15 процентов и связано это со следующими причинами. Первое, это зависимость частоты графического чипа от температуры. Дело в том, что при достижении определенных температур видеокарта уменьшает напряжение на чипе, из-за чего падает и частота. Это делается для того, чтобы не было дальнейшего роста температуры. Так вот, чем лучше система охлаждения, тем выше напряжение будет на чипе, а соответственно и частота. Второе, некоторые производители искусственно ограничивают частоты чипа. Это делается для того, чтобы продавать более дорогие версии видеокарт, у которых больше частоты чипа. Но в этих разогнутых видеокартах нет смысла, потому что можно самому без особых усилий и знаний разогнать видеокарту с помощью специальной утилиты. Вот мой топ видеокарт по производительности, которые я сделал по результатам различных тестов в интернете. Что касается надежности, то здесь сложно что-либо сказать без реальной статистики, которая скрывается производителями всеми правдами и неправдами. Для составления реальной картины нужно читать отзывы реальных покупателей и в первую очередь даже не русскоязычных сайтов, а зарубежных. В таблице я привел проблемы видеокарт, про которые я знаю. Ну и последнее, это цена. И здесь я мало чем могу вам помочь, потому что для себя я делаю сравнение по ценам американских и европейских магазинов, так как ориентироваться на цены магазинов СНГ вообще невозможно. Везде бешеные наценки, в том числе и за нестабильного и высокого курса валюты. На этом у меня все, и я надеюсь что это видео в полной мере помогло вам определиться с выбором видеокарты.